Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Вас приветствует студия Тарых Эльнинг и я, Елена Сухорокова. Для большей наглядности наш видеоролик мы записали в трёх сайтовых режимах, чтобы у всех появилась возможность оценить, для чего необходима фитолампа в условиях средней полосы России, а также индивидуальная подборка грунта. А главным действующим лицом видео станет реликтовые растения, обладающие поразительной жизнестойкостью. Пандан ароматнейший или китаке имеет собственное предание и неразрывно связан с энергиями двух божеств – Шивы и супруги его Парвате. Дорогие любители практической магии, это растение обязательно должно быть в нашем арсенале. Мой пандан имеет неопредный внешний вид и из-за обилия боковых деток стал похож на небритого господина. Наша задача – вернуть ему свежесть, молодость и ориентальную красоту. А для этого в первую очередь мы составим питательный субстрат. Духкий, влагоемкий, питательный с хорошей аэрацией. В почвенный субстрат мы собрали в равных долях листовую и дерновую землю, раскисленный верховой торф, сапропель, крупноречной песок, активированный древесный уголь, сосновую кору, кедровые скорлухи и сфагном. Растут панданы вдоль береговой кромки, в мандровой зоне, подтапливаемой океанскими приливами. В природе не страшны застой воды в корнях, в природе, но не в условиях наших квартир. Отличительной чертой китаки стали ходульные корни, которые кроме практического значения обладают высокодекоративным лучшим видом, а потому растить их нужно в просторной широкой посуде с хорошей аэрацией. Я аккуратно освободила пандан от старого субстрата и обильного количества деток. Оголенный ствол предоставил нам возможность рассмотреть ходульные или воздушные корни. Все дело в том, что по мере роста корни трансформируют воздушные отбудки в полноценную и самостоятельную вегетативную систему. Для того, чтобы закрепиться и выжать в прибрежной зоне во время приливов и отливов, китаки растят ходульные корни. Таким образом, ствол растения приподнимается над почвой, а центральный видоизмененный ствол корень со временем утрачивает свои функции и постепенно отмирает, передавая заботу о растении ходульным корням. На примере нашего экземпляра хорошо видно, как наиболее взрослый ходульный отводок развел полноценную корневую систему. Чем больше ходульных корней, тем крепче держится в субстрате, получая полноценное питание наш декоративный экзот. Сохраняйте и оберегайте воздушные отводки, опрыскивая их из парвилизатора. На дно вазона я уложила совсем немного дренажного керамзита. Форма чашек, дополнительные отверстия для аэрации и состав субстрата позволят мне избежать застоя воды. И пока мы выкладываем грунт вазон, позвольте немного рассказать о естественном освещении, или вернее его полном отсутствии во многих квартирах больших городов. На уровне освещения в квартирах влияют многие факторы, такие как место расположения дома, этажность, плотность застройки, направление окон. У нас темно. Всегда. Недостаток освещения испытывают и люди, и растения. Условный световой день в моих окнах начинается с 11 и продолжается до 3 часов дня. И всё. Ну разве это повод для огорчения? Конечно же нет. Не будет в горке обжигали. Здесь нам на помощь приходят фитолампы различного спектра воздействия, подобранные с учётом потребностей наших растений. У совершенствованной конструкции фитоламп потребляет незначительное количество энергии и прекрасно вписывается в современный интерьер, увеличивая наши возможности декорирования и озеленения помещений. Пантан – страстный любитель солнечного света, недостаток которого мы компенсируем общей досветкой, хорошо подобранным грудным и летним каникулами в саду. Китаки прекрасно переносит комнатные температуры. Для него нет принципиальной разницы между летним зноем и зимней стужей. Температура в помещении может колебаться от 15 до 28 градусов. Своё растение в летнее время ябалыводными процедурой и опрыскиваю в течение отопительного сезона. Часть ходульных корней присыпала субстратом, самые кончики уже начали процесс укоренения и в течение ближайших нескольких недель растение займёт твёрдое положение в куче, а нам лишь останется наблюдать за ростом новых ходульных отводков. Благо, они обильно завязались по крепкому столику. Пантан едва не откажется от обильного полива водой обратного осмоса комнатной температуры. Особенно в летний период. В природе цветы китаки являются афродизиаком. Из них выделяется эфирное ароматическое масло. Аромат кевра – фантастический пленительный источник наслаждения, гармонизирует энергией, являясь источником самопознания. Именно цветы китаки, вплетённые в косы порвать, помогли ей вернуть внимание Шива, возвратив его из тех миров, коих достиг Шива в своей медитации. И те прелестницы, что желают привлечь себе внимание возлюбленного, используют аромат кевра. Как бы далеко не был их избранник, нежный аромат китаки приведёт любимого к ним. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал ТРХ Олег и ставьте лайки.